Девчонки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет наконец-то о пустых баночках. Накопилось у меня их просто безумное количество. Надеюсь, данный формат видео вам интересен, и вы с пользой проведете эти 10-15 минут своего драгоценного времени. Постараюсь изложить максимум полезной информации, свой опыт. Так что оставайтесь, пожалуйста. Первое, с чего я хочу начать, это будет такой вот тоник от MC Cosmetics. Это у нас называется мезотоник для лица. Я думаю, все вы знаете данную марку. Она достаточно популярна из белорусской косметики. И, в принципе, мне очень понравился этот тоник, так как он может работать на веках. То есть, по желанию вашему, вы можете обрабатывать ваши веки. С помощью данного тоника я считаю это просто идеальным, так как кожа век, она тоже нуждается в тонизировании. И этот тоник у нас без спирта, имеет приятную отдушку. Кожа даже, знаете, немного увлажняется. Поэтому вот кто, у кого молодая кожа, которая не требует нанесения крема, обратите свое внимание. Далее, продукт для лица. Также очень интересный. Это у нас такой вот гений увлажнения от L'Oreal. Сок алоэ. Это сыворотка, да, кажется? Аквафлюид, вот, да. Очень крутое средство. Чем? Я его советую на лето. Сейчас у нас 25 градусов тепла. И это средство идеально на такую погоду. Нужно его хранить в холодильнике для того, чтобы прям был вау-эффект. Он очень хорошо увлажняет кожу, очень быстро впитывается. Кто не любит такого, знаете, перегруза на кожу, то я могу вам посоветовать. Отличное средство. Подходит как база под макияж. Быстро впитывается. В рамках нехватки времени с утра это средство просто идеальное. Кожа увлажняет на все 100%. Поэтому вот обязательно у меня в запасах есть такое средство. Обязательно буду покупать еще. И я считаю, это просто невероятно хорошая вещь. Прекрасная упаковка в стекле. Кто любит такие вот упаковочки, просто глаз радуется. Далее. Два кремика. Быстро я вам покажу для рук, для ног. Который у меня закончился. Закончился первый. Это у нас крем-актив для рук. Импульс молодости в чистой линии. Неплохой кремушек. Знаете, такое увлажнение на 50%. То есть кажется, что еще хотелось бы увлажнить кожу. Но в целом, в принципе, можно повторить. Но какого-то супер увлажнения от этого крема ждать не стоит. Крем для ног. Тоже абсолютно ничего особенного. Это у нас прополис. Знаете, купила в магазине Ева. Не помню. Чисто случайно. Не понравился. Далее. Мое любимое средство, которого у меня очень много в запасах. Термокрем-ожигатель жира. Кто, девчонки, занимается вплотную своей фигурой. Кто хочет подтянуть кожу, избавиться от целлюлита. На первой, да, начальной стадии это кремушек для вас. У меня после родов, к сожалению, был ярко выраженный целлюлит. Сейчас я могу похвастаться тем, что кожа у меня абсолютно чистая, без всяких корок апельсиновых, без этих ямочек ужасных. И с уверенностью могу сказать, что это заслуга этого крема также. Конечно, правильное питание, исключение всего вредного. Минимальные спортивные нагрузки у меня сейчас. И вот обертывание, и такой вот крем. Все вместе. Это просто творит чудеса. Обязательно присмотритесь. Купить можно в сети магазинах Ева. И вдогонку у меня закончилась такая вот грязь. Как видите, это у нас одна фирма Доктор Санте. Грязь антицеллюлитная для обертывания. Прошу прощения за упаковку. Она очень грязная. Я ее использовала буквально через день на свою кожу. Она обладает очень разогревающим эффектом. То есть жопа огонь. Вот так вот гори жопа. Очень сильно разогревают кожу. Кожа красная. Такая вот видно действительно работа этого средства. Вместе эта парочка творит чудеса. Девочки, у кого целлюлит, у кого есть предрасположенность, даже просто те, кто хочет потянуть свою кожу, обязательно присмотритесь. Но будьте готовы к тому, что это средство не щадящее. Это такая интенсивная, интенсивная работа. Поэтому, кто любит такое, то обязательно попробуйте. Вам понравится. Средства под глаза. Такие вот патчи. Неоднократно вам уже показывала данное средство. Это енот всем известный корейский. Обожаю патчи. В наличии у меня всегда имеется какая-либо упаковка. Сейчас я начала пользоваться новыми с розой. Эти, возможно, повторю, хотя у меня уже есть хотелки. Именно по патчам я присмотрела бестселлеры Ютуба. Поэтому, наверное, не скоро вернусь, но обязательно вернусь. Очень хорошо подтягивает кожу. Далее. Невея. Кондиционер для тела. Обязательно должен быть у меня в наличии. Долго на нем останавливаться не буду. Для лета просто шикарно у меня. Так, девочки, девочки. Что вам еще показать? Масло для тела, как обычно у меня закончилось. Johnson's Baby. Тоже его люблю. И всегда он у меня есть в наличии. Такая вот новинка. Гель для душа. Ежевичный мусс. Честно говоря, не люблю я показывать в пустых баночках гель для душа, потому что, знаете, такой расходный материал. То есть всегда покупаю что-то новое. Особо не заморачиваюсь. Главное, чтобы он хорошо очищал и не сушил кожу. В принципе, с этим справляются, с этими задачами справляются все гели для душа. Из любого ценового сегмента. Это и дешевые масс-маркеты, более дорогие, и в расшеи, все остальные, да. И бракардовские. В принципе, действие геля это очищать. Поэтому не вижу смысла особо на них останавливаться, но именно этот гель покорил меня своим запахом. Кто любит запах свежих ягод, летние, ярко выраженные, сладкие запахи, присмотритесь. Очень круто. Для меня это, знаете, такое ягодное мороженое, или лето где-то на даче. Буквально эти пять минут, это для меня просто кайф и наслаждение. Так, для лица. Также у меня из этой серии закончилась MC Cosmetics маска, мезомаска. Тоже очень популярный продукт, на мейкапе его не достать, долго за ним гонялась. Но сейчас я увидела, что цена на него несколько завышена, то есть он стоит сейчас 130 гривен. Я ее покупала, по-моему, гривен за 70 или за 80. Отхватила мне ее ненадолго, так как я пользовалась ей практически через день. Поэтому быстро она у меня закончилась, прикончила ее. Очень круто подтягивает кожу, увлажняет и питает. Поэтому если вам нужно такое очень интенсивное средство, которое поможет вам разгладить кожу, произвести лифтинг-эффект, я вам настоятельно рекомендую ее попробовать. Маска имеет такую плотную текстуру, она съедается кожей очень быстро, легко смывается, ненавязчивый запах имеет. В общем, супер средство за такую цену, девочки, просто находка. Далее. Также для лица у меня закончилась из ихней же серии опять-таки ночной крем MC Cosmetics. Это у нас серия 30, нет, 40+. Ночной крем. Это мой любимчик. Обязательно я повторю данное средство. Сейчас у меня из этой серии, к сожалению, уже остался только гей для глаз. И все. Прибила я эту серию. Но я обязательно к ней вернусь. Это просто вот 100%. Очень круто. На утро кожа подтянутая, свежая, сияющая. Просто супер. Вот, девчонки, рекомендую. Не обязательно использовать 40-летним девушкам, да. Я ее использую на свой возраст. Вот. И говорят, что серия 40 гораздо лучше, чем серия 30. Поэтому вот, собственно говоря, я убедилась в этом на себе. Кто не любит жирные текстуры вечером, плотные, да, крем очень быстро и легко увлажняет кожу и очень быстро впитывается. Далее. Хочу подробно остановиться на таком средстве. Это у нас Vesche Mineral 89. Это новинка, как я понимаю, новый бустер для лица. Ежедневный. Честно сказать, я его чуть не купила, чуть не заказала, чуть не раскошелилась, так как, на мой взгляд, цена завышена. Стоимость данного бустера около 650 гривен. На мейкапе, в магазине и в аптеке я не узнавала, но думаю, что около этого. Изначально это пробник у меня, я заказала его через инстаграм и абсолютно не жалею, потому что пробник мне не понравился. Крем на нем скатывается, если наносить бустер под крем, как заявлено производителем. Средство очень быстро впитывается, имеет липкую текстуру, никакого особого увлажнения не заметила. Вы знаете, вот это средство от L'Oreal стоит в три раза дешевле, но оно работает гораздо лучше, чем вот это, которое стоит 650 гривен. Ну, это просто бред. Поэтому я очень рада, что я не совершила ошибку и рада, что у меня смотрели демонстрационные экземпляры, да, пробники, которые я могу попробовать. Поэтому вот если есть возможность, девочки, закажите через инстаграм или где-то на каких-то сайтах пробник, попробуйте, и потом уже покупайте полнеразмерную версию. Потому что, на мой взгляд, эта серия абсолютно не стоит вашего внимания. Вот этот L'Oreal Аквафлюид работает гораздо лучше. Далее, последние продукты, которые у меня остались, это морская соль для ножек. Я обожаю делать ванночки для ног. Для меня это такая, знаете, спа-процедура, поэтому классная соль, очень бюджетная и хорошо кожа освежает. Далее, красочка моя любимая, это у нас кастинг Крем Глосс в оттенке 100, черная ваниль. Крашу только ей, безумно довольна и просто мой макхэп. Последнее, что я вам покажу, это будет вот такая вот тушь. Называется Lush Sensational тушь с маслами. Это, я так понимаю, новинка. Есть такая в розовом тюбике, она мне просто, это мой фаворит, она мне очень нравится. Она делает объемные, пушистые, длинные ресницы. Это же тушь очень плохо смывалась. Нужно было очень много нажатий мицеллярной воды, очень много пенки для умывания, для того, чтобы содрать их с ресниц. Эти ворсинки. Она очень быстро засохла. Она не давала никакого объема. Длина, да, она вытягивала, но опять же, эта длина как-то быстро, знаете, оседала как-то на ресницах. Поэтому вообще мне не понравилось. Эффекта ноль, больше брать не буду. И закончились у меня вот такие немецкие витаминки. Это у нас вот такая вот фирма витамин С. Очень круто, полюбила я шипучие витамины. Просто бомба. Всем советую, кто ищет такие бюджетные классные витаминки. Это ваша тема, однозначно. Витамин С.